МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуйста, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Но, к сожалению, эта пандемия несчастная, не даёт нам нормально общаться и встречаться. Спасибо, что вызывает определённую досаду, но всё равно я очень рад Вас видеть. Спасибо, что приняли приглашение. Визит Ваш проходит в преддверии заметного события в наших двусторонних отношениях, 30-летие установления дипломатических отношений. И сегодня мы подпишем декларацию о союзническом взаимодействии. Это совершенно очевидно новый этап в развитии наших отношений. И, безусловно, стало это возможным в том числе и после достижения, пока не до конца, урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении вопроса карабахского урегулирования. Я думаю, что мы можем, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни ещё возникают, всё-таки быть удовлетворены тем, что мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Мы об этом, конечно, подробно поговорим сегодня. Но в любом случае уже есть определённые договорённости с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокирования транспортных коммуникаций. Я знаю, что есть ещё споры, есть над чем работать, но мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы этот процесс шёл мирными средствами, развивался мирным путём, и чтобы мы добивались, безусловно, удовлетворения всех сторон, вовлечённых в этот процесс. Кстати говоря, и Российская Федерация, и другие ваши соседи, я знаю, заинтересованы в том, чтобы вот так эти вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались, потому что в этом заинтересованы не только Азербайджан и Армения, заинтересованы и Россия, и, повторяю, все другие ваши соседи. Что касается торгово-экономических связей, то они развиваются поступательно, несмотря на пандемию, у нас в прошлом году товарооборот вырос на 16 с лишним процентов, и это очень хорошее показатель. Мы благодарны вам за то, что вы поддерживаете наше взаимодействие, у нас планы очень серьёзные в этом отношении, наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы, и это создаёт хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперёд. Благодарны вам и за решение чувствительных для нас, и на мой взгляд, очень важных и для Азербайджана гуманитарных вопросов, прежде всего за поддержку в развитии русского языка. В 300 школах Азербайджана, я знаю, что русский активно изучается, пользуется популярностью, но мы, разумеется, всячески будем это поддерживать и в будущем. Региональные связи развиваются достаточно эффективно. Ну и, конечно, я вас воспользуюсь случаем, вашим визитом, для того, чтобы проинформировать вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю. В имперских же границах это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, возникшими, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в очень острых ситуациях, которые являются, скажем, Нагорно-Карабахского регулирования, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. Ну, к сожалению, так у нас после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло, хочу подчеркнуть, именно после госпереворота. И незаконного захвата власти теми, кто это сделал. Я вот только что перед Вашим визитом сегодня разговаривал с президентом Казахстана. Думаю, это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его. Казахстанский пример говорит тоже и подтверждает именно такую нашу политику. Мы, как Вы знаете, по просьбе казахстанского руководства поддержали в рамках ОДКБ Казахстан в связи с внешней агрессией международного терроризма. И как только эта проблема ушла по просьбе руководства Казахстана, мы все свои вооружённые силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которые, безусловно, идут на пользу как России, так и Казахстану, и укрепляют суверенитет Казахстана. Мы так и намерены действовать дальше в отношении всех наших соседей. Повторяю, с Украиной другая ситуация, и связано это с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом. Но у нас будет возможность сейчас более подробно обо всём поговорить. Я вас проинформирую о деталях. В любом случае, я хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо большое, уважаемый господин Владимирович. В первую очередь, спасибо за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Рад, что наши контакты носят регулярный характер. Мы с вами встречались менее чем три месяца назад, в конце ноября. И сегодня я нахожусь у Российской Федерации. Всё это свидетельствует о том, что отношения наши развиваются очень динамично. Мы находимся в постоянном контакте, созваниваемся. Ну и, конечно, личные встречи всегда имеют особое значение. Тем более, как вы отметили, в преддверии подписания, я думаю, важнейшего документа между нашими странами. И символично, что это происходит в канун, как вы отметили, 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И думаю, что этот документ однозначно будет иметь очень позитивное значение для наших стран, для нашего взаимодействия, также для региональной безопасности. Мы очень ценим дружественные добрососедские отношения, которые сложились между нашими странами, укрепляем их. И подписание декларации о союзническом взаимодействии, думаю, очень хорошая иллюстрация того, как активно мы работали последние годы и наращивали потенциал взаимного сотрудничества. Это были не просто слова, не просто намерения, но и конкретные дела. И декларация достаточно обширная, в ней более 40 пунктов, охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия. И, как я уже сказал, будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений. В целом, политические отношения между нашими странами развивались всегда очень позитивно за последние годы. Но сейчас они выходят на самый высокий уровень. Хотел бы также разделить ваше мнение по поводу хорошей динамики в торгово-экономических связях. Наш товарооборот уже превысил более 3 миллиардов долларов, как вы отметили, рост 16%. С перспективой роста и в этом году, и уже январские показатели об этом свидетельствуют. Очень много конкретных проектов мы реализуем. Конечно, об этом тоже сегодня поговорим. И спасибо, конечно, за вашу высокую оценку того, что мы делаем в гуманитарной сфере. Я благодарен, что вы всегда отмечаете это и цените наши усилия. И, как вы правильно отметили, это важно и для России, и для Азербайджана. Что касается школ, хотел бы только чуть-чуть уточнить. В Азербайджане около 340 школ с обучением на русском языке, в которых обучается более 140 тысяч детей. А более 15 тысяч азербайджанских граждан в Азербайджане обучаются на отделениях русского языка в вузах. Так что это важнейшая, думаю, основа наших отношений и будущего наших связей. Потому что русский язык всегда объединял страны бывшего Советского Союза. И, конечно, без знания русского языка очень трудно будет налаживать коммуникации в будущем поколении. Поэтому это, как я уже сказал, очень важный фактор нашей жизни. Конечно, сегодня поговорим, как вы отметили, о ситуации в нашем регионе. А в постконфликтной ситуации Российская Федерация сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией. И перевода урегулирования конфликта из горячей фазы в политико-дипломатическую сферу и трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года, при активном вашем личном участии, как раз и позволило нам урегулировать этот многолетний конфликт. Сегодня новые ситуации, сегодня геополитические реалии в регионе приняты. Мировым сообществом и Россия играет также очень важную роль, я бы сказал, главенствующую роль в деле создания возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, открытия транспортных коммуникаций, установления нормальных соседских отношений. И мы очень ценим эту роль. И надеемся, что армянская сторона будет, так же, как и мы, со своей стороны, выполнять все пункты заявлений, подписанных в ноябре 2020 года. Так что повестка дня очень обширная, этот визит особый. Я в качестве президента в России 48-й раз, но это особый случай, поскольку сегодня мы подписываем такой важный документ, еще раз исторического характера. Еще раз благодарю за приглашение. Спасибо. 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 Спасибо.